Всем привет! Меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи Теоретическое существование суперзлодеев. Как вы, наверное, знаете, мир комиксов полон не только хороших парней, стоящих на благо мира и справедливости, но также там есть куча невероятных негодяев, обладающих великой силой. И если бы их не было, супергерои смотрелись бы очень уныло. В прошлой части мы рассматривали теоретическое существование супергероев. В этой мы рассмотрим теоретическое существование суперзлодеев. Они меня заставили. Первый, кто пригрозил мне расправой, был Доктор Дум. Доктор Дум появился в комиксах от Марвел в серии «Фантастическая четверка» в 1962 году. И на протяжении существования «Фантастической четверки» Доктор Дум был достойным соперником. Полное имя Доктора Дума – Виктор фон Дум. Этот персонаж имеет интереснейшую биографию, но для нас более интересным является понимание сущности его суперспособностей. И как это не удивительно, единственное, что можно отнести к его суперспособностям – это его гениальный интеллект. Уровень Эйнштейна может быть даже и выше. Не понимая, почему во вселенной Марвел ему до сих пор не вручат Нобелевскую премию. С помощью своего гениального интеллекта Доктор Дум создал множество изобретений, таких как роботы, титановый костюм с ядерной установкой и даже машину времени. Но если с роботами и машиной времени все понятно, то титановый костюм требует более детального рассмотрения. Если честно, меня всегда смущали персонажи из комиксов, которые носили металлические костюмы. Но, честное слово, в них же холодно и неудобно. А представьте, каково в нем на морозе. А если серьезно, костюм из плава Титана Доктор Дума – это просто гениальное инженерное изобретение. И, к слову, в комиксах достаточно много персонажей, которые имели высокотехнологичные доспехи. Например, Железный Человек, Титановый Человек, Анихилус, Сентинел. И это только те, кого я знаю. В костюм Дума встроены ядерные двигатели, дающие ему возможность летать. Интересно, кому принадлежит патент на изобретение этой штуки – Думу или Железному Человеку? Как бы то ни было, уверен, Тони Старк позавидовал бы костюму Дума. И, что касается возможности размещения ядерных двигателей в таких маленьких габаритах, эта задача кажется нереальной. Но кто знает, сама ядерная реакция проходит на микроскопическом уровне. Возможно, уровень современной науки не так высок, как описывается в комиксах. Ведь не стоит забывать – доктор Дум – гений. Также в броне Дума есть так называемый генератор для поддержания жизни. Это комплекс устройств, позволяющих поддерживать постоянную температуру внутри костюма и баллон с воздухом на 4 часа. На самом деле, в этом генераторе нет ничего удивительного. Скафандр имеет подобные характеристики. Конечно, по функциональности он уступает броне Дума, но аналогия все-таки есть. Кроме всего прочего, такие приспособления в костюме, как ядерные дротики, голографический проектор, генератор воздушных потоков, сонный газ или парализующие устройства, не вызывают много вопросов. А вот такое устройство, как молекулярный расширитель, очень сомнительно. Природу взаимодействия в молекул можно охарактеризовать потенциалом взаимодействия Ленарда Джанса. Из этой модели следует, что молекулы одновременно притягиваются и отталкиваются. И мне непонятно, что можно было придумать, чтобы твой костюм увеличивался до размеров валунов. Хотя, куда мне до гениальности Дума? Как бы то ни было, это еще более сомнительное изобретение, чем ядерный реактор в его броне. Кроме своей брони, Дум обладает огромной магической силой, но так как эта тема требует отдельного изучения, опустим ее. И как бы то ни было, с учетом некоторых допущений, можно сказать, что Доктор Дум теоретически возможен. Ну да, логично, как бы он тогда мне мог угрожать, если бы его не было. Следующий суперзлодей, о котором я хотел бы рассказать, также обладает гениальным интеллектом и прекрасными изобретениями. Имя этого злодея – Доктор Осминог. Его настоящее имя – Отто Октавиус. Впервые этот персонаж появился в комиксе от Marvel в серии «Удивительный Человек-паук» в 1963 году. До того, как встать на скользкую дорожку преступника, Октавиус был выдающимся ядерным физиком, изобретателем и преподавателем. В погоне за научным превосходством он сконструировал себе высокотехнологичные роботизированные щупальца, с помощью которых он мог работать с радиоактивными веществами на расстоянии. Но ужасный несчастный случай подверг его сильной радиации, прирастив механизированное устройство к его телу, после чего Доктор Осминог смог управлять своими щупальцами телепатически. Чтобы ответить на вопрос, мог ли Доктор Осминог теоретически существовать, нужно понять, возможно ли изобрести подобный механизм и возможно ли управлять им телепатически. Перед тем, как рассматривать изобретение Октавиуса, нужно понимать – он гений. Конечно, не такого уровня, как Доктор Дум, но все же высокого. Четыре щупальца Осминога представляют собой телескопическую установку, на концах которой установлены клешни. Интересен тот факт, что доспехи Дума и щупальца Осминога изготовлены из одинаковых сплавов Титана. Видно, Октавиус одолжил формулу сплава у Доктора Дума по старой дружбе. Телескопичность щупальцев дает Доктору Осминога большое преимущество в боях. Причем при полном сжатии их длина равна около двух метров, а при полном вытягивании – около семи. И подобные технологии существуют, например, телескопические гидроцилиндры. Конечно, сейчас сложно представить настолько сложную и совершенную установку с технологической точки зрения, но теоретически она возможна. Сами щупальцы работают благодаря атомному термоэлектрическому генератору. Похоже, еще один подарок Дума. И, кроме того, как я уже говорил, управление щупальцами осуществляется телепатически. И это вполне правдоподобно, как бы ни казалось фантастично. Уже в наши дни компьютерные технологии позволяют осуществлять процессы лишь силой мысли. А если учесть, что данный роботизированный механизм срос из позвоночника Доктора, это еще более правдоподобно, ведь тогда внешние факторы будут иметь меньшее влияние на посылание мысленных команд щупальцам. И, мой вердикт, Доктор Осьминог теоретически возможен. И, признаюсь, он угрожал мне не меньше Дума. Следующий персонаж, о котором я хотел бы рассказать, Доктор Зло. Так, стоп. Доктор Дум, Доктор Осьминог, Доктор Зло. Подивительно, у скольких суперзлодеев есть ученые степени? Вузам следовало бы вовремя отсеивать таких типов. Давайте тогда, чтобы создать хоть какое-то разнообразие, рассмотрим другого суперзлодея – Магнета. А угрозы Доктора Зло пропустим мимо ушей. Магнета – еще один марвеловский суперзлодей, который появился в серии комиксов «Люди Икс» в 1968 году. Магнета обладает удивительной суперспособностью – управлением магнитными полями. Причем способность ему досталась от рождения. Но, что неудивительно, Магнета также управляет и гравитационными, и электрическими полями. Это наводит на определенные мысли. В свое время один ученый предположил, что электромагнитное и гравитационное взаимодействие можно объединить в одно взаимодействие. И, наверное, если бы этот ученый узнал о Магнета, это было бы ему как бальзам на душу. И да-да, как вы, наверное, догадались, этим ученым был Альберт Эйнштейн. И если Магнета обладает способностью управлять электромагнетизмом и гравитацией, не удивлюсь, что он также способен изменять сильное и слабое взаимодействие, но просто еще сам не догадался об этом. И если это так, его можно назвать одним из сильнейших злодеев, который надает пинков самому доктору Манхэттену. Но мы отвлеклись. Давайте выясним, может ли Магнета теоретически существовать. Очень близко по природе способностью обладает достаточно большое количество людей. Да-да, вы не ослышались. В природе существует такой феномен, как человеческий магнетизм. Сущность этого феномена в том, что к телу человека могут прилипать различные металлические предметы. И природу этого феномена на сегодняшний день понять не удалось. Эта тема очень интересна и своеобразна, и, наверное, я посвящу этой теме отдельный выпуск. Вы, скорее всего, возразите и скажете, что сила Магнета превосходит во много раз феномен человеческого магнетизма. Потому что действует на расстоянии. И вы окажетесь правы, но можно предположить, что магнета, человеческий магнетизм, максимально развит. Ну или аномальный. Существует и другое объяснение способности Магнета. Электромагнитное поле можно рассмотреть относительно его составляющих, фотонов. Фотон это так называемая частичка света. В экспериментальной физике есть такой феномен, как микропсихокинез. Сущность этого феномена в том, что любой человеческий мозг может взаимодействовать с любой квантовой частичкой на расстоянии. И этот феномен много раз подтверждался экспериментально. Может быть, Магнета просто мастерски овладел этим свойством мозга и начал творить зло? Да, и еще. Кто хочет познакомиться с микропсихокинезом, советую прочесть книгу Дульнева «Энергоинформационный обмен в природе». И мой вердикт. Магнета вполне правдоподобен. Как вы помните, в прошлой части лишь один из трех супергероев мог теоретически существовать. А злодеи могут существовать сразу втроем. И это очень печально, ведь наш мир в опасности. Может быть, мне и самому перейти на темную сторону? Я слыхал, там печеньки дают. И да-да, до скорых встреч. Пока.